Ваше имя и фамилия? Исаак Брюменталь. Национальность? Я не понял. Вы что, сомневаетесь? Розочка сдает квартиру, но с одним условием, чтобы жильцы были сами, чтобы, не дай бог, не было детей. Не дай бог. И вот приходит Хаим, говорит, здравствуйте, я хотел бы снять вашу квартиру. Говорит, у вас детей нет? Говорит, да что вы, какие дети? Господь с вами. Ну, она сдала Хаиму квартиру, они заселились, как положено. Он завел туда пятерых своих детей, все хорошо, живут великолепно. Розочка пришла проверить. Приходит, открывает дверь и видит этот весь бардак. И говорит, секундочку, Хаим, Хаим, идите сюда, вы же говорили, что у вас нет детей. Говорит, тихо, что вы кричите? Я вас прошу, это что, разве дети? Это сволочи. Фима, скажите мне честно, вы любите сало? Ну, если честно, Фирочка, то да. Ну, тогда я вся твоя, малыш. Розочка возвращается домой, Хаим ожидает ее, видит, говорит, о, наконец-то прошли мои любимые 100 килограмм. Говорит, Хаим, что за дела? Говорит, любимые, любимые. Какие любимые? Если ты даже не знаешь, что твоя жена весит 102 килограмма, а не 100. Говорит, тихо, Роза, не кипишуй. Просто, наверное, я что-то в тебе недолюбливаю. А детская семья муж говорит жене. Софочка, ты говоришь все время, как адиотка. Фима, я так говорю, чтобы ты меня понял. Ты понял? Говорит, мадам, к вашему сведению, это самые крупные яйца на этом рынке. Говорит, тихо, тихо, что вы мне будете рассказывать? Фима, а ну, снимай штаны, покажи даме свои. Абраша, а вот объясни мне, а что такое судьба? Ой, Софочка, это же элементарно. Вот представь себе, ты идешь по улице, и тебе на голову падает кирпич. А если мимо, значит, не судьба. Сидят две подружки, общаются долго между собой, и вдруг одна от другой говорит, Роза, вот скажи мне, ты меня прости, конечно, за такой вопрос, а скажи, вот твой Фима, чего он до сих пор не вылечится от своей глухоты? Тихо, тихо, спокойно. Он ждет, когда дети закончат музыкальную школу. Изя, ты слышал, астрономы открыли новую планету. Ну, она как земля, только без людей. Фима, ты думаешь, надо ехать? У Фимы сын, Зяма, решил принять христианство. Фима в шоке. Как не отговаривал ничего? Он пришел до Равина и говорит, Рэбе, у меня беда. Говорит, что такое, Фима? Говорит, такая беда, что я не знаю, что делать. Прикинь, мой сын принял христианство. Равина говорит, это ж надо такое. Говорит, что делать, Рэбе? Не знаю. Честно, не знаю. Слушай, пойду с Богом поговорю, что он скажет, посоветует, может, что-то. Да, Рэбе, поговори с Богом. Рэбе уходит, какое-то время его нету, возвращается. Такой же грустный. Фима на него смотрит и говорит, Рэбе, что? Ну, ты поговорил с Богом. Говорит, поговорил. И что он сказал? Что он сказал? У него та же проблема. Одесса, пляж на берегу моря, стоит одесситка и смотрит вдаль. Из воды выходит ее подружка и говорит, Софа Марковна, вода просто чудо. Вы почему не купаетесь? Ой, Розочка, в моем возрасте для кого? Встречаются два друга. Один говорит, Фима, что ты грустный такой? Ты знаешь, Зяма, я вот это подумал и понял. Что такое пенсионный фонд? Что? Это пирамида. Фима, откуда ты взял? Ну, посмотри. Деньги туда вкладывают усе, а получают только выжившие. Ой, Фима, вот объясни мне, объясни мне, вот почему у меня бутерброд все время падает маслом вниз? Ой, Сарочка, не морочь меня голову. Ты же его мажешь маслом с двух сторон. Киев, Подол, тихий дворик. На лавочке сидят две соседки, одна до другой, говорит. Роза Наумовна, вы представляете? Я вот это никогда, никогда в жизни я не комплексовала по поводу возраста. Но этот маленький шлемазал Фима подходит до меня, представляющий говорит мне, тетя Соня, а скажите, когда умер Ленин, вы плакали? Роза говорит, и шо? Шо и шо? Ну, плакала, нет? Ты представляешь, Семен Маркович целых 10 лет ходил в свое время к одной и той же парикмахерше. Ну, и шо? Как шо? Стрихся-то он у другой. Как-то из Бердичева у Киев приехал Мойшев. Встретил своего друга Фиму. Недолго гуляли по Киеву, смотрели разные достопримечательности. И вот вышли они на Михайловскую площадь, и тот смотрит памятник Богдану Хмельницкому. Говорит, Фима, это Богдан? Говорит, да. Слушай, а че он как-то в такой позе стоит на коне? Слушай, по секрету тебе скажу. Это настоящий Богдан Хмельницкий. Это он. Да ладно? Говорит, да. Просто после боя как-то Богдан возвращается у Киев. Его все встречают. Он говорит, здоровенькие булы, пановые украинцы. Они все ему говорят, здравствуй, Бог таки дан. Тут он и окаменел. Вот скажи мне, Фима, вот шо ты будешь делать, если получишь в наследство целый миллион? Ничего. Как? А зачем? У кабинета доктора приходит Мойша. Говорит, здравствуйте, доктор. Здравствуйте, присаживайтесь. Спасибо. Знаете, доктор, у меня сексуальное расстройство. О, да. И как это выражено? Когда мне женщины отказывают, я сильно расстраиваюсь. Одесса. Муж с женой в дорогом магазине. Она долго вертит красивую сумочку в руках, потом поворачивается к нему и говорит, Фима, так скажи, мне брать эту сумочку или не брать? Ой, бери, Сара. От Фима. Вот с тобой одни растраты. Розочка поднимается с кровати, поворачивается до Фимы и говорит, Фима, а что это сейчас было? Он говорит, как что, секс? Ай, Фима, не делай так больше. Не твое это. Фима, значит так. Я забираю все свои слова обратно. Софочка, я что-то не понял. Ты таки решила извиниться? Ага, сейчас. Я просто новое придумала. Фима, а вот ты мне скажи, кто ты, и я тебе сразу скажу, кто твой друг. Я, я миллионер. Все, я твой друг. и запомни, и запомни, Сахачка, женщине обязательно нужен мужчина. Зачем, Сара Абрамовна? Ну, зачем, объясните. Как зачем? Как зачем? Не все же можно свернуть на правительство? Элизар Исакович, а вот скажите, вы помните, когда-то нам сказали, что вся наша жизнь, вся наша история, она развивается по спирали. Да, конечно. Вы знаете, вот до меня только дошло, что эта спираль таки противозачаточная и расположена она в соответствующем месте. СМЕХ